всем привет друзья с вами как всегда александр гуртаву я вам напоминаю что мы с тусланой сейчас находимся на острове занзибар в танзании и начинается наше видео вместе с вами вот такого заведения интересного смотрите местное колоритное заведение стены напоминают такие покрашенные как будто у нас в подъездах или на нашей бывшей квартире на выжгородской ванной смотрите тут мы купили хлеб потому что у нас есть буженинка если бы смотрели мы взяли с собой нам надо хлеб чтобы делать бутерброды взяли два манго фреша очень густой самый настоящий фреш вот руслана бы сейчас пробовать говорить какой на вкус да прямо как спелый манго нам сейчас попробую тянется такой знаете именно с мякотью мы миллион раз брали обычный сок нектар с манго он совершенно не такой цена 1 доллар за такой стаканчик но ребят она действительно стоит этого обязательно если будете на занзибаре возьмите попробуйте фреш это нам ребята советовали поэтому мы решили все-таки попробовать у нас сейчас очень жарко мы просто не можем находиться на улице поэтому мы зайдем охладимся немножко в наш номер и будем уже через час хотя в принципе жара не спадет но мы же не будем сидеть просто в номере нам надо нам надо двигаться в сторону пляжа куда-то и отдыхать до показывать вам какие пляжей в районе ну где я думаю вы смотрели уже предыдущее видео где мы рассказывали но так как мы на экскурсии сегодня не поехали будем целый день опять на пляжах и опять самыми интересными моментами делиться с вами поэтому идем на пляж друзья по пути в отель наткнулись на такое огромное стадо коров смотрите они тут какие-то горбатые я вам уже говорил как верблюды их просто очень много это тут воняет на каждом углу когда уже будет рай когда будет один от сплошной отлично но но мужчина от нет короче я не знаю что сказать меня просто уже я устал от этих всех приглашать и но на каждом углу пытаются короче пошли в сторону пляжа хватит уже вернулись мы друзья к нашему отелю пока мы ходили уже вода подошла к берегу уже смотрите можно нормально купаться она уже доходит прямо до этих ступенек если вы смотрели предыдущее видео то вы видели какой был с утра отлив это просто было ужас во первых цвет воды был некрасивый во вторых было очень мелко грязно ну короче это было совершенно не пляжное время для нормального времяпровождения поэтому мы сейчас будем уже перейти в номер переодеваться руслана хочет кокосик миссис коконат миссис коконат в этом году я не знаю какая-то короче друзья будем идти переодевать купальники и направлялся загорать на пляж друзья собрали мы наконец-то пляжные сумки и направляемся в сторону пляжа в сторону кендвы потому что возле нашего отеля тоже есть хорошие пляжи но мы все-таки и хотим остановиться над камнями, чтобы тент как бы был из камней. Если вы смотрели предыдущее видео, просто не знаю, как объяснить, то вы понимаете, о чем я имею в виду. Мы взяли, смотрите, две такие огромные сумки. Тут у нас ананас, кокосы. Будем фоткать Расслану с кокосами и с ананасами, да? Да, и тебя тоже. А меня, конечно, меня тоже. А куда же еще? Смотрите, вот такой еще тут пляж. Я думаю, вы уже наизусть изучили эти пляжи. Если вы каждый влог с нами путешествуете, и мы будем идти дальше, искать скалы, потому что там не сильно светит солнце. Мы уже намазались кремами, но они все равно не помогают. Мы сгораем, как я не знаю кто, как мясо на гриле, наверное. Каждый раз краснючее приходим, под вечер все печет. Руслану даже волосы не может нормально расчесать. У тебя череп сгорел. Да, очень сильно вот здесь печется. Хотя он по цвету все равно белый. Ну, ничего страшного. Пройдет скоро. Пройдет, конечно. Такой нос краснючий. Тебя тоже. Ну, блин. Ничего страшного. Короче, друзья, идем вдоль берега. Честно, очень жарко. Не знаю, как, на сколько нас хватит, но мы постараемся не сильно далеко идти и, возможно, вернемся обратно тоже на морском такси. Так что в поисках хорошего и замечательного пляжа, где меньше всего людей и их приставучих, как они, Масаев. Вот. Пришли уже, ребят, к скалам, камням. Смотрите, где-то тут можно остановиться, но мне очень нравится это место именно для фото. Сейчас я попробую где-то сюда залезть или хотя бы просто встать. Я думаю, это просто идеальная картинка будет. Ты хочешь тут сфоткаться? Да. А что ты сонная такая? Мне сильно солнце засветило. Из-за этого ты не говоришь? Мне очень плохо видно все. Из-за этого ты не говоришь? Я говорю. Ладно, будем, ребят, сейчас пробовать тут как-то сфоткаться. Возле лодочки обязательно хотелось бы сделать хороший снимок. Да и вообще надо, короче, последние два дня, которые у нас остались, провести как можно насыщеннее. Очередной раз, друзья, мы проходим очень длинную дорогу в сторону Кендвы. Прошли уже, наверное, больше километра, а по этой жаре просто не то, что идти невыносимо, а даже просто стоять на месте тяжело. Плюс мы набрали вот эти все сумки. Я, честно уже говоря, не очень рад, что мы решили так далеко идти. Возможно, надо было взять такси сразу. Возможно. Но вот стоит такси. Ну, мы уже почти подошли, что он нас два метра провезет. Короче, где-то вот там прямо можете наблюдать тоже скалы, потому что там, где мы были сзади, там очень много местных жителей, и не очень бы хотелось возле них останавливаться, так как они могут вещи украсть и вообще с ними, и как-то не очень приятно находиться рядом. Поэтому будем сейчас все-таки двигаться еще дальше. Хорошо, что мы с собой хоть взяли воды, потому что без воды тут можно получить полнейшее обезвоживание и просто в обморок упасть или получить солнечный удар. Может, мы там вот этими скалами и остановимся. Может, там где-то... Я просто уже не помню. Мы тогда шли очень долго. Я не помню. Пляжи, в принципе, везде одинаковые. Главное, чтобы было место нормальное, чтобы остановиться. Так что, друзья, в принципе, если вы вдруг собираться будете в Танзанию, можете остановиться на Нунгве или на Кендве, и от Кендве к Нунгве пешком, если идти, то везде вот такие вот будут идеальные пляжи с такой вот бирюзовой водичкой. А вот дальше уже за Нунгве там уже грязно, там уже местные купаются. Сразу говорю, и не советую туда вообще идти. Там кроме аквариума с черепашками ничего интересного больше нет. Но если вы любитель, конечно, трешака такого конкретного, чтобы посмотреть местные трущобы, срач, грязь, вонь, то можете туда тоже сходить. Мы, например, туда уже даже возвращаться не хотим. Будем ходить последние вот эти 2-3 дня только туда, в сторону Кендвы. Друзья, в прошлый раз, когда мы шли вдоль скал, было тут мелко и песок. Смотрите, какой прилив сейчас, что даже негде лечь, можно сказать. Нам пришлось сам идти, воды было по колено. Ну, если дальше вы можете наблюдать, уже есть песок, есть пляж, но все равно вот тут можно было бы остановиться, но тут, видите, это уже мокро. Мы не будем тут останавливаться. Надо найти хотя бы нормальное место, где есть сухой песок. И опять же, придется нам идти прямо. Обратно мы будем 100% брать водное такси, потому что мы перегреемся, это будет очень жестко. Вот как вариант. Не знаю. Смотрите, такое накрытие. Вот людей нету, никого нету. Пляжик тут в принципе идеальный. Ну как, прямо туда вниз? Я думаю, прямо туда вода не доходит. Да. Ну да, вот смотри, тут. Тут даже кто-то рисовал на песке. Тут крабов нету. Мы видели тут крабов, кстати. Тут остановимся. Если что, пойдем позже немножко дальше. Все, ребят, останавливаемся тут. Нету сил уже идти дальше. Ну что ж, друзья, наконец-то мы дождались этого момента, когда мы сможем зайти в водичку и охладиться. Смотрите, позади нас какой прекрасный вид. Зелено, все, скалы, деревья. Вообще, тут можно очень много крутых снимков наделать. И пляж, чтобы вы могли видеть, вообще чистый. Нету, ну чуть-чуть вот листиков. Я думаю, это не столь критично, но на самом деле все очень красиво. Вот Руслана в мороженке идет. Да? А мне нормально, меня охлаждает. Что, ты не будешь заходить дальше? Волосы? Да. Для фоток? Да. Друзья, Руслана не хочет мочить волосы, а я наоборот хочу зайти хотя бы по шею, потому что очень жарко. Кстати, наконец-то я делал уже свои новые плавки Занзибар. Оранжевые, я вам показывал в предыдущих видео. Они, кстати, намного лучше тех черных, в которых я был до этого, потому что они тоненькие и очень быстро высыхают. Смотрите, как все выглядит. Ой, блин, хоть бы камеру тут не утопить. Короче, будем тут, наверное, ближайший часик. Устроим сейчас фотосессию с фруктами, а потом, возможно, все-таки пройдемся туда дальше. На горизонте даже не видно тех бунгалок, которые мы в прошлый раз останавливались возле них. Там, конечно, намного насыщеннее вид, мало людей, но там нет нормального места для тени. То есть, если тут вы наблюдаете тень, то там с этим большая проблема. Короче, Руслана уже с таким лицом стоит. Наверное, ждет, что я вернусь и все-таки его пофоткаю, поэтому погналы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Друзья, пока мы фоткались и снимали видео, мой тапок уплыл. Я его еле словила. Капец, блин, увлеклись. Ой, я смотрю, кто тут тапок уплыл. Просто то прилив, то отлив, в итоге вода, блин, уже начала сюда доставать. Видите? Где наши вещи. Типа, смотри, туда тапок потеряла, потом смотри, это твой тапок. Капец. Решили мы, ребята, все-таки в сторону тех бунгало, которые стоят на воде пройтись и просто полнейшая жесть. Смотрите, тут берега вообще уже нету, такой прилив. Волны ударяются об скалы и наливают нам воды в сумки. Люди идут, смотрите, сумки вообще себе на головы закидывают, потому что невозможно нормально перейти. Это прекрасно. Это впервые, хотя с утра был очень сильный отлив, если вы помните. А сейчас смотрите, как нам приходится идти. Все поднимают вещи и лечь тут просто невозможно. Если вчера мы или когда позавчера ходили, то было вообще отлично. Можно было тут загорать под этими камнями. Есть воды вообще не было. Фу, плюс вот эти все кокосы, ананасы, которые мы взяли для фото, приходится тянуть. Мы уже идем так в районе одного километра. Смотрите, наш отель уже очень далеко, но мы все-таки решили добраться прямо до бунгало. Там уже остановимся. Там я точно уверен, что есть пляж, где не будет так вот, как тут. И можно нормально будет в теньке найти место. Вон, смотрите, уже видно бунгало, но мы все еще идем по колено или по пояс, можно даже сказать, в воде. Придем, ребят, на место. Оху, блин. Я вам покажу, если вы не смотрели видео. Прикольный, очень красивый пляж возле бунгало. И там даже вон картины продает кто-то. Ужас. Ты идешь? Идем. Я устала. Конечно, устала. Мы, блин, понабирали вещей. Оно просто неудобно ходить по воде. Конечно, неудобно. Сейчас я, короче, камеру ложу в сумку, у тебя что-то забирать будут. Хорошо. Закончилась, ребят, эта каторга. Позади нас уже эти плиты. Мы их все-таки преодолели. Тут какой-то чувачок продает всякие тряпки. Там вон картины, сумки, смотрите, выставлены. И тут, кстати, вон сети можете наблюдать. Очень развито браконьерство. Ловят сетями рыбу и потом на вечер в этих ресторанчиках, которые вдоль набережной, продают туристам. Вчера мы наблюдали, когда приехала полиция и начала собирать дань с вот этих всех недорыбаков, которые ловят сетями. То есть, в принципе, тут все, это нелегально, ну, как и в любой коррупционной, можно сказать, стране. Дают бабки и все, типа, так и надо. А вот этот пляж, друзья, который возле бунгало, находится прямо между Нунгви и Кендвой примерно посередине. Я не знаю, как вам точно объяснить. Короче, с Кендвой, если вы находитесь в Кендве и идете на Нунгви полпути, а если идете обратно, то идете наоборот, с Нунгви на Кендву. Руслана вот уточняет, это примерно 2 километра. Но мы так уже устали, это просто ужас. Вот какой-то африканец пытается сетку подготовить для вечернего улова. Что? Сеток очень много. Да сеток-то много, не знаю, где мы остановимся, тут нету тени, а на улице на солнце прямо невозможно. Ты же прекрасно понимаешь мое состояние сейчас. Так что, ребят, будем сейчас искать место, желательно поближе вот там и останавливаться, потому что невозможно тут находиться. Ужас, друзья, просто нету вообще места в тени. Тут кто-то останавливается в этом отеле прямо возле этого места, то им повезло. Они вон лежат себе, загорают, а мы идем, с нас уже течет просто как я не знаю с кого. Вот там под мостом очень много местных жителей. У нас просто сейчас нету выбора, нам придется идти к ним, хотя это самое ужасное, что может быть, находиться на пляже рядом с африканцем. Он тебе полностью все мозги вынесет, начнет предлагать 200 своих ненужных нам услуг на данный момент, потому что нам очень жарко. Но у нас все-таки надежда умрет последней, мы надеемся, что где-то там вот за ними мы найдем тенек. Да. Как мы сюда хотели, может тут ресторан, может тут покушать можно. Давай попробуем сюда зайти покушать, потому что невыносимо, ребят. У нас есть вариант зайти сюда, попробовать заказать тут какую-то еду, чтобы охладиться и нормально тут остановиться. Короче, друзья, если бы все было так хорошо, то это был бы просто наш день и было бы все идеально, но совершенно все оказалось иначе. этот ресторан сейчас закрыт, если пройтись туда, то ближайший тенек будет аж вот, если вы видите, край того пляжа. Вот где-то там, это нам надо еще идти минут тридцать минимум, тут у нас балаган африканцев, это приватный пляж, откуда нас только что выгнали, но в принципе как-то так, я не знаю, наверное останемся тут, сделаем несколько снимков, покупаемся, ну на сколько нас хватит, не знаю, на полчасика, может даже раньше, и будет ехать какое-то такси, будем его останавливать и двигаться уже в сторону нашего отеля, потому что, если мы этого не сделаем, мы просто приедем черные, как вот эти вот ребята позади нас. и так уже тоже черный стал. Ну да, ну а у тебя красный нос, как всегда. Мы тебя тоже, что мы сделаем, мы его даже в авторе. Везет тем, кто тут останавливается сейчас, да? Ага. Тут, кстати, реально интересно, что это за отель, надо будет почитать, потому что тут реально самый, ребят, красивый пляж. Мы обязательно попозже загуглим и скажем вам, как называется отель возле этого места. Друзья, пока мы находимся еще возле этих вот бунгало, возле этого ресторана, решили с Русланой все-таки глянуть по карте вот этот отель, который находится в очень идеальном месте. Там у них и бассейн, и все есть. Вот Руслана посмотрела, что там? Даймонд. Лагема. Даймонд с Лагема, пять звезд, да? И у него система все включена. Система все включена, ребят. И отель находится в идеальном месте, смотрите, с таким вот рестораном. Так что, если вдруг вы надумаете на Занзибар, и у вас реально финансы позволяют по нормальным, как бы, по завышенным, скажем так, ценам, полететь и отдохнуть в лакшери отдыхе, если это можно так назвать, то можете в этот отель лететь. Очень даже нормальный вариант. А вот у нас проблема теперь другая. Возле этого отеля нету лодочек с такси, которые нас должны подвезти к отелю, поэтому нам придется, скорее всего, идти вон туда. Смотрите, на горизонте лодки. Возможно, они вам кажутся близко, но на самом деле туда идти довольно-таки минимум километр, и плюс ко всему надо это все делать по жаре, а мы уже и так без сил, уже красные как помидоры, еще вот эти все приставучие африканцы. Короче, устали мы от этого всего, будем сейчас прыгать в такси и ехать к нашему отелю плыть. Нашли мы, друзья, наше спасение по пути, смотрите, возле скалы есть такой вот подъем и тут очень хорошее место, как бы тенек, можно нормально передохнуть, но это никак не радует, потому что таксистов все равно нету, все вот эти лодочки, что стоят, мы им машем, 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 никто не хочет к нам плыть, поэтому все-таки скорее всего нам придется идти дальше кендви, Руслана уже со мной не говорит, она очень устала, у нее все печет, все горит, у меня тоже в принципе, ну как-то не так жестко, как у нее, поэтому, друзья, будем мы уже ловить такси, обязательно поставьте лайк под этим видео, если вам понравилось путешествовать по такой вот жаре, по таким вот пляжам, я очень надеюсь на вашу поддержку лайком, подписочку, если вы не подписаны на канал, обязательно ставим колокольчик и пишем ваши комментарии, мы обязательно читаем все ваши комментарии и скорее всего в следующем видео мы вам покажем самые интересные рестораны на Нунгве, на Кендве, короче, вдоль этого всего района мы пройдемся, посмотрим, где вкуснее всего еда, короче, будет влог посвящен еде на Занзибаре, так что обязательно не пропустите и пожелайте нам удачи, потому что мы должны уже отсюда как-то уплыть, на Руслану смотреть без слез невозможно, посмотрите, кто-то мечтает на Занзибар, а кто-то, а кто-то делает вот такое лицо, как будто мамка в школу разбудила, все, ребят, до скорых встреч, пока!